Если меня совсем нет. Сергей Козлов. Сказка. Еще совсем немного, и загорятся звезды, и выплывет месяц, и поплывет, покачиваясь над тихими осенними полянами. Потом месяц заглянет в лес, постоит, немножко зацепившись за верхушку самой высокой елки, и тут его увидит ежик с медвежонком. «Гляди!» – скажет ежик. «Ого!» – скажет медвежонок. А месяц поднимется еще выше и зальет своим холодным туском светом всю землю. Так было каждый вечер в эту ясную холодную осень, и каждый вечер ежик с медвежонком собирались то у ежика, то у медвежонка и о чем-нибудь говорили. Вот и сегодня ежик сказал медвежонку. «Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть!» Медвежонок кивнул. «Ты только представь себе, меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем. А ты где?» «А меня нет». «Так не бывает!» – сказал медвежонок. «Я тоже так думаю!» – сказал ежик. «Ну, вдруг вот, меня совсем нет, ты один. Ну, что ты будешь делать?» «Пойду к тебе!» «Куда?» «Как куда?» «Домой!» «Приду и скажу, ну, что ж ты не пришел, ежик!» «А ты скажешь, вот глупый, что же я скажу, если меня нет?» «Если нет дома, значит, ты пошел ко мне, прибегу домой». «А, ты здесь!» «И начну что?» «Ругать!» «За что?» «Как за что?» «За то, что не сделал, как договорились». «А как договорились?» «Откуда я знаю?» «Но ты должен быть или у меня, или у себя дома». «Но меня же совсем нет, понимаешь?» «Так вот же ты сидишь!» «Это я сейчас сижу, а если меня не будет совсем, где я буду?» «Или у меня, или у себя». «Это если я есть!» «Ну да», – сказал медвежонок. «А если меня совсем нет?» «Тогда ты сидишь на реке и смотришь на месяц, и на реке нет». «Тогда ты пошел куда-нибудь и еще не вернулся. Я побегу, обшарю весь лес и тебя найду». «Ты все уже обшарил», – сказал ежик, – «и не нашел». «Побегу в соседний лес, и там нет». «Переверну все вверх дном, и ты отыщешься». «Нет меня, нигде нет». «Тогда, тогда, тогда я выбегу в поле», – сказал медвежонок, – «и закричу». «Ёжик!» «И ты услышишь и закричишь». «Медвежонок!» «Вот». «Нет», – сказал ежик, – «меня ни капельки нет, понимаешь?» «Что ты ко мне пристал», – рассердился медвежонок. «Если тебя нет, то и меня нет, понял?» «Нет, ты есть, а вот меня нет». Медвежонок замолчал и нахмурился. «Ну, медвежонок!» Медвежонок не ответил. Он глядел, как месяц, поднявшись высоко над лесом, льет на них с ежиком свой холодный свет. Долгим зимним вечером. Сергей Козлов. Сказка. «Ах, какие сугробы!» – намелал юга. Все пеньки, все кочки завалил снег. Сосны глубоко скрипели, раскачиваемые ветром. И только-то ужинник-дятел долбил и долбил где-то вверху, как будто хотел продолбить низкие тучи и увидеть солнце. Ежик сидел у себя дома у печки и уже не чаял, когда наступит весна. «Скорей бы!» – думал ежик. Зажурчали ручьи, запели птицы, и первые муравьи побежали по дорожкам. Тогда бы я вышел на поляну, крикнул на весь лес, и белка прибежал бы ко мне. А я бы ей сказал «Здравствуй, белка! Вот и весна пришла! Как тебе зимовалось?» А белка бы распушила свой хвост, помахала им в разные стороны и ответила «Здравствуй, ежик! Здоров ли ты?» И мы бы побежали по всему лесу и осмотрели каждый пенек, каждую елку, а потом стали бы протаптывать прошлогодние тропинки. «Ты протаптывай по земле!» – сказала бы белка, а я по верху и запрыгала бы по деревьям. Потом бы мы увидели медвежонка. «А, это ты!» – крикнул бы медвежонок и стал бы помогать мне протаптывать тропинки. А потом мы позвали бы ослика, потому что без него нельзя проложить большую дорожку. Ослик бежал бы первым, за ним медвежонок, а уж за ними я. «Цок-цок-цок!» – стучал бы ослик копытцами. «Топ-топ-топ!» – топотал медвежонок. А я бы за ними не поспевал и просто катился. «Ты портишь дорожку!» – крикнул бы ослик. «Ты всю ее расковырял своими иголками!» «Не беда!» – улыбнулся бы медвежонок. «Я побегу за ежиком и буду утаптывать землю!» «Нет, нет!» – сказал ослик. «Пусть лучше ежик разрыхляет огороды!» «И я бы стал кататься по земле и разрыхлять огороды, а ослик с медвежонком таскать в воду!» «Теперь разрыхлите мой!» – попросил бы бурундучок. «И мой!» – сказала бы лесная мышь. «И я бы катался по всему лесу и всем приносил пользу!» «А теперь вот приходится сидеть у печки!» – грустно вдохнул ежик. «И неизвестно еще, когда наступит весна!» «Как поймать облако?» – Сергей Козлов. Сказка. «Когда пришла пора птицам улетать на юг и уже давно увяла трава и облетели деревья, ежик сказал медвежонку. – Скоро зима! Пойдем поудим напоследок для тебя, рыбки! Ты ведь любишь рыбку!» И они взяли удочки и пошли к реке. На реке было так тихо, так спокойно, что все деревья склонились к ней печальными головами, а посредине медленно плыли облака. Облака были серые, лохматые, и медвежонку стало страшно. «А что, если мы поймаем облако?» – подумал он. «Что мы тогда с ним будем делать?» «Ежик!» – сказал медвежонок. «Что мы будем делать, если поймаем облако?» «Не поймаем!» – сказал ежик. «Облака на сухой горох не ловятся. Вот если бы ловили на одуванчик…» «А на одуванчик можно поймать облако?» «Конечно!» – сказал ежик. «На одуванчик облака только и ловятся!» Стало смеркаться. Они сидели на узеньком березовом мастке и смотрели в воду. Медвежонок смотрел на поплавок ежика, а ежик на поплавок медвежонка. Было тихо-тихо, и поплавки неподвижно отражались в воде. «Почему она не клюет?» – спросил медвежонок. «Она слушает наши разговоры», – сказал ежик. «Рыбы к осени очень любопытны!» «Тогда давай молчать!» И они сидели целый час молча. Вдруг поплавок медвежонка заплясал и глубоко нырнул. «Клюет!» – крикнул ежик. «Ой!» – воскликнул медвежонок. «Тянет!» «Держи, держи!» – сказал ежик. «Что-то очень тяжелое!» – шепнул медвежонок. «В прошлом году здесь утонуло старое облако. Может, это оно?» «Держи, держи!» – повторил ежик. Но тут удочка медвежонка согнулась дугой, потом со свистом распрямилась, и высоко в небо взлетела огромная красная луна. «Луна!» – в один голос выдохнули ежик с медвежонком. А луна покачнулась и тихо поплыла над рекой. И тут пропал поплавок ежика. «Тяни!» – шепнул медвежонок. Ежик взмахнул уточкой, и высоко в небо выше луны взлетела маленькая звезда. «Так!» – прошептал ежик, доставая две новые горошины. «Теперь только бы хватило наживки!» И они, забыв о рыбе, целую ночь ловили звезды и забрасывали ими все небо. А перед рассветом, когда горох кончился, медвежонок свесился с мостка и вытащил из воды два оранжевых кленовых листа. «Лучше нет, чем ловить на кленовый листик!» – сказал он. И стал было уже задремывать, как вдруг кто-то крепко схватился за крючок. «Помоги!» – шепнул ежику медвежонок. И они, усталые, сонные, вдвоем еле-еле вытащили из воды солнышко. Оно отряхнулось, прошлось по узенькому мостку и покатилось в поле. Кругом было тихо, хорошо, и последние листья, как маленькие кораблики, медленно плыли по реке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова